Всем привет! А у нас тут Aeneo 2. Круче Nintendo Switch, лучшая портативная игровая консоль, топовый мини-пк в твоем кармане и, конечно же, убийца Steam Deck. Все эти кликбейтные заголовки можно было бы применить к обзору Aeneo 2, но все это неправда. Да, невероятная сборка, отличный размер для подобного экрана. А тут как бы и 7 дюймов, да и откалиброван дисплей так, будто это OLED. Да, играть можно на 33 ваттах, Atomic Hard в 60 фпс, изи пизи. Hogwarts Legacy в 4050? Да тоже без проблем. Спасибо графике RDNA 2 в лице Ryzen 7 6800U. И вроде бы все хорошо, но всегда есть но. Хотя гаджет однозначно один из самых интересных, особенно когда у тебя вот такой комплект. Давайте посмотрим, что тут есть. Итак, коробка у нас белая, на ней нарисована серая Aeneo, но при этом наша Aeneo в черном цвете. Ну, потому что если брать именно в использовании, то, понятное дело, нужно брать именно черный цвет. Конечно, есть вариант Retro Power, очень, кстати, симпатичный. А еще есть вот такая утиная версия, вообще космос, прям прикольно. Но, опять же, вспоминаем белый DualSense и то, как он собирает грязь. Поэтому нафиг черная версия. Итак, у нас в коробке сверху надпись Aeneo 2. Вот такой листочек. Сделано все очень классно. Тут куча всяких инструкций можно посмотреть. При этом есть вот такой медиатор. А для чего он нужен? А для того, чтобы можно было вскрыть консоль. Вот даже инструкция есть, как это делать. Ну, типа, хочешь SSD поменять, пожалуйста, можешь сам вскрыть. Китайцы не против. Дальше у нас лежит сама консоль, как я и сказал, черного прекрасного цвета. Тут даже вот описано, где у нас что лежит. Блок зарядки, кабель, какие-то переходники. Ну, давайте смотреть. Вот он, блок зарядки с поддержкой Power Delivery. Количество ватт не написано, но это 45. При этом есть вот такие переходники на различные розетки. И на европейскую, и на американскую. То есть, что угодно вставил и пожалуйста. При этом есть также два вот таких адаптера с Type-C на USB-A. Можно подключать внешнюю периферию. Это у нас кабель питания. Почему-то белого цвета. Хотя приставка сама по себе у нас черная. Но вот так он выглядит. Не очень аккуратно сложен. И, наконец, специальные стики, которые нужны при замене SSD от статики. Тут прямо написано, если вы поменяли SSD, не забудьте потом пластмассочки, вот эти резиночки, поменять на новые. Приятно. Помимо всего прочего, у нас есть вот такой Ionel Multi Station Dock. Давайте посмотрим на него. Он продается отдельно. Стоит 89 долларов. И это незаменимая вещь для тех, кто обожает портативный гейминг и хочет подключать свою приставку к телевизору, либо к монитору. В принципе, использовать как ПК. И сзади у нас есть все самое важное. Это и SuperSpeed USB, и два обычных USB-A. Type-C для зарядки, HDMI и порт Ethernet. Но так как обзор у нас в полный рост, мы-то заказали разных других ништяков, которые тоже продаются отдельно. И здесь у нас и кепка Ioneo. Надо деду будет отдать. И специальная кружка тоже. Кстати, ни разу не вскрывал, даже не видел. Тоже такая вот кружечка термос Ioneo. Ну, кстати, прикольно. Буду использовать. Помимо этого, насадки на стики. Вот такие красивые, симпатичные, разных цветов. Есть еще жесткий чехол. Чехол, кстати, классный, потому что он не такой огромный, как у Steam Deck. И при этом здесь очень удобный карман для зарядки, который находится внутри. При этом экран никак не царапается, потому что есть специальная прокладка. Чехол классный. Вот такая лямка, чтобы таскать чехол наверняка. Есть еще защитная пленка, которая в комплекте, к сожалению, не идет. Но хорошо, что ее сделали. И, наконец, все различные всевозможные наклеечки, которые можно себе на компьютер наклеить. И будет красота. Вот такой комплект. Согласитесь, круто. А вот теперь давайте смотреть. Вспомним про паровую палубу. Что нам дал Steam Deck. В 2022 году все внезапно вспомнили про прототивный ПК-гейминг. Мы, конечно, не будем сравнивать с Nintendo. Гейп, кстати, продал уже к октябрю прошлого года уже миллион вот таких штук. И понятно, что по сравнению со свечом это, ну, где-то на уровне ноля. Там они несколько десятков миллионов продали. Но, тем не менее, это говорит о том, что спрос на прототивный ПК-гейминг есть. И что ж, успех Steam Deck не прошел мимо китайцев. А поэтому появились различные GPT Win 3, на которые мы смотрели, One X Player, и в том числе INL первого поколения. Все это, конечно, отборный шлаг. Но Steam Deck подойдет далеко не каждому. Он здоровый, и он все-таки зарядку держит не так хорошо. И вот INO 2 пришла решить эту проблему. Но вот получилось ли у китайцев, это мы узнаем после интеграции. Выбрать хороший, но доступный смартфон задача непростая. И не потому, что их нет. Наоборот, рынок переполнен разной продукцией брендов. Каждый год они улучшают характеристики, при этом снижая цену. И Honor X9 не претендует на звание лучшего смартфона во вселенной. Но у него есть целый список параметров, ради которых я советую к нему присмотреться. В эпоху безликих лопат для многих важен необычный дизайн. И X9A дает прикурить конкурентам. Его тройная камера вписана в кольцо диаметром почти во всю ширину корпуса. Такой смартфон ни с чем не перепутаешь. Цвет корпуса варьируется от классического черного до модного изумрудного или ледяного с градиентным переливом. Изогнутый OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с поддержкой более 1 миллиарда цветов и с частотой в 120 Гц. Окружен минимальными рамками со всех сторон. Как говорится, долой подбородки. Геймеры оценят и частоту обновления сенсорного слоя в 300 Гц. А чувствительные к шиму — настройку для уменьшения мерцания. Honor X9A отнюдь не малыш, но весит приятные 175 граммов при толщине менее 8 мм. И это не сказалось на аккумуляторе. При емкости в 5100 мАч смартфон может воспроизводить видео до 24 часов подряд. А технология быстрой зарядки Honor SuperCharge 40 Вт за полчаса заполнит батарею еще на 12,5 часов просмотра. Звучит неплохо, и это при цене в 24 990 рублей. Ссылка в описании. Продолжаем разбираться в этой жданной новинке и поговорим про железо. Внутри у нас AMD Ryzen 7 6800U. В отличие от кастомного камня в Steam Deck на базе Zen 2, здесь платформа уже Zen 3+. 8 ядер, 16 потоков, процессор способен работать на частоте до 4,7 ГГц, а максимальный ТДП равен 33 Вт. Графика интегрированная Radeon 680M на архитектуре RDNA 2. Помимо этого, внутри 16 или 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Работает на частоте 6400 МГц, ну а памяти может быть 512 ГБ, 1 ТБ или сразу 2 ТБ. И при этом по PCI 4.0. Это вам не 64 ГБ в Steam Deck, тут все на уровне. Что касается стандартов, Wi-Fi 6, модуль хороший, качает, кстати, быстро, и Bluetooth 5.2. Батарея на 50 Вт часов, внутри Windows 11, либо собственная операционная система на базе Linux. Ну и сканер отпечатков пальцев, он здесь есть, находится вот в этом месте. И в рамках Windows 11 мы не будем сравнивать с Android, смартфонами работает довольно сносно. Но вот с ним прям накосячили, потому что он металлический. А поэтому нагревается прям жутко. Два часа игры, ты прикладываешь палец, чтобы, например, выключить консоль, и ты его себе поджигаешь. У тебя рисунка не останется на пальце. Всем преступникам можно это использовать, чтобы вообще следов не оставлять. Что еще есть на корпусе? Там же на верхней грани можно встретить кнопку регулировки громкости, отверстие для вентиляции, сразу два Type-C и круглые кнопки быстрого доступа. И зачем тут два Type-C? А на самом деле три. Сверху два, и снизу есть еще один. Ну, во-первых, чтобы было удобно заряжать, вот как угодно подоткни, вот-вот не придраться, супер. Во-вторых, в поездку такую штуку берешь, а ты однозначно берешь такую штуку в поездку, тебе не нужно несколько блоков питания. Ты саму приставку поставил заряжаться, а сюда воткнул хоть, я не знаю, телефон с Type-C, хоть iPad, вообще что угодно. Очень удобно. В-третьих, это же мини-ПК, а поэтому удобно подключать всякую внешнюю периферию. Почему нет? И, наконец, четвертое. Все вот эти порты у нас USB 4, а USB 4 у нас поддерживает Thunderbolt 3. А значит, сюда можно воткнуть внешнюю EGPU-карточку. И вот тебе полноценный гейминг и, в принципе, такой вот мини-иксбокс. Ты дома к телевизору воткнул, видюху подключил, взял геймпад и все, играешь на телеке. Тоже удобно. Правда, стоит учитывать, что 6800U будет работать не со всеми видеокартами. Вряд ли будут поддерживаться самые мощные. Но вот что-то среднего уровня, да. Че вообще по дизайну? В принципе, внешний вид у всех подобных устройств плюс-минус одинаковый, но отличия окроются в деталях. Сборка, повторюсь, тут отличная. Вообще не прикопаться. Сравните iNEO со Steam Deck. Спереди у консоли находятся основные органы управления. С левой стороны крестовина и стик над ней, а под ними пара кнопок для вызова игрового меню. Стики расположены, как на геймпаде Xbox, у них есть подсветка RGB, хотя ее можно отключить, если не нужна. Не нужна, как бы. Еще одна важная вещь. Стики на базе датчиков хола. Если коротко, такие работают точнее, они долговечнее. И не подвержены дрифту, проблеме, которая встречается у контроллеров Nintendo Switch и у геймпада DualSense, например. Сам корпус не скрипит. Гладкий, приятный на ощупь. Такой рояльный лак. Кнопки не клацают, как на дешевых контроллерах. Винтов, скрепляющих части корпуса не видно. А вся передняя панель прикрыта стеклом. Прям вся. Ну и вес устройства 680 граммов. Корпус прям заметно компактнее, чем у Steam Deck. Да и в целом дизайн мне нравится больше. Он более современный, на мой взгляд. Девайс округлый, в руках лежит приятно, удобно. Не так сильно руки устают. Видно, что компания серьезно подошла к вопросу и пользователи это сразу почувствуют, поверьте. Первое впечатление всегда важное. И как минимум для меня оно положительное. Также на верхней части корпуса находятся триггеры. Тоже с датчиками хола. Кнопки работают более точно. Триггеры при нажатии вызывают приятные ощущения. Срабатывают быстро и четко. А вот чего тут нет, так это сенсорных панелей и трекпадов, как на Steam Deck. Очень классная, приятная вещь, которой иногда, конечно, пользуешься. Но в какой-нибудь Civilization 6 вот здесь уже так комфортно, как на Decky, не поиграешь. Кнопки и триггеры можно переназначать, настраивать, чувствительность тоже выбирать. Для этого есть специальное менюшка. Кроме этого, в консоли есть Jack 3.5. Это прекрасно. А также вход под карточку microSD, который прикрыт специальной заглушкой. Ну а на задней части устройства есть массивная решетка для отвода тепла, а также динамики. Есть тут и вибрация. Но что касается звука, вот достаточно массивная такая история, а звук что-то прям так себе. Ну, наверное, чуть похуже даже, чем в Nintendo Switch OLED. Могли бы сделать лучше. Экран сенсорный, IPS 7 дюймов, 1920 на 1200 пикселей, 323 ppi, около 400 нит яркости. Напомню, у Decky всего 800p экран. Но вот нужен ли тут экран такой? Вопрос. Мне в сумме дисплейчик зашел. Он так настроен, реально кажется, что это OLED. Пока, конечно, не играешь в темноте, но очень насыщенный, очень яркий. Кому-то, может, не понравится. Лично мне, как бы, окей. Ну и, наконец, игры. Если вкратце, разница есть. И чувствуется буквально во всех играх. На 30-40% Ioneo 2 быстрее, если выставлять в настройках 33 максимальных ватта мощности. Да, разница будет видна. Вот только смысла в этих 33 ваттах, или даже 22, которые также можно выбрать для Pro режима, нет никакого. Потому что буквально консоль в таком режиме будет держать 30 минут, не больше. 30 минут для консоли, ну, такое себе. Да, если вы воткнете кабель, или, например, с внешним источником питания играете, окей, можно выбрать игры. Некоторые даже на средних настройках пойдут, а некоторые в Full HD разрешении. Но сравнивать мы будем по-любому в 15 ваттах, какие есть и в Steam Deck, с самыми низкими настройками и при разрешении 800p. Никаких Full HD. И вот, например, Atomic Heart свежий вы уже наблюдаете. Почти всегда стабильные 60 фпс. Смело. Для сравнения, в том же Steam Deck показатель уже прыгает от 50 до 60. И вообще, игру отлично оптимизировали, надо сказать. Да и сама игра, мое почтение. Наконец-то наши сделали что-то действительно достойное. Кайф. Дальше, Dead Space. От 22 до 37 кадров в секунду при 15 ваттах тех же. Да, если выставить 22 или 33 ватта, будет уже там 30-40. Но вы же понимаете, это не вариант. Более того, место деда, Dead Space, еще и запускается на Ioneo как-то стрёмно. Пришлось даже переустанавливать игру, чтобы все было нормально. Но среди протестированных игр глючит конкретно вот эта одна. Незачетно. А вот на Steam Deck все в порядке, показатель уже 35-50 фпс. Дальше, Ведьмак 3. Внезапно с последними обновлениями жрет вообще как скотина. Поэтому на низких настройках на Ioneo выдаёт 27-33 кадров в секунду всего, на деке 29-36. Примерно так же. Doom Eternal. 40-55 фпс на Ioneo и 60 стабильные на деке. Результат чуть хуже на Ioneo, но тоже как бы окей. Cyberpunk 2077 наш любимый. Конечно, уже не такой любимый, как Atomic Heart, но всего 20-25 фпс в среднем на Aya. И уже 30 стабильных на деке. Steam тут опять поинтереснее. Resident Evil Village от 50 до 70 иногда фпс на Ioneo 2 и 60 стабильных фпс на Steam Deck. Норм, играть очень комфортно. Rise of Tomb Raider. 45-55 фпс на Ioneo и 60 стабильно фпс на Steam Deck. И, наконец, Hogwarts наследие. Аж от 30 до 60 фпс у Ioneo 2, но стабильно 50 есть. У Steam Deck стабильно почти всегда 55-60 кадров. И что мы получаем? А получаем мы примерно одно и то же на сравнительных мощностях. И, с одной стороны, Ioneo 2 значительно меньше, компактнее, чуть легче, чем Steam Deck, поэтому брать с собой ее удобнее. И это уже победа, потому что показатели примерно такие же. Плюс она, в принципе, мощнее. Подключил питание, пожалуйста, там на средних настройках играть. Но, с другой стороны, как раз-таки автономность. Вот сравните табличку. За 10 минут игры в Doom на Aya улетает 15%, на деке 10%. В Atomic у Aya 13% уходит уже, а у Steam те же 10%. То есть где-то на 10-20% Aya будет меньше держать. Это надо учитывать тоже. И в целом мы высадили аккумулятор на низких настройках в Atomic Hard за 1 час 10 минут. Так себе, честно говоря. Это, в принципе, главный недостаток консоли. Но и тут есть но. Об этом в конце. Что касается нагрева и шума. Нагревается приставка довольно сильно, где-то внутри, но при этом ощущение от нагрева вы чувствуете в первую очередь на сканере отпечатка, во вторую, где-то вот в этой части. Но не сказать, что некомфортно. А вот шум с электропитанием здесь что-то какие-то проблемы. Ну, потому что Windows 11 приставка может шуметь. Вот она сейчас, она вот выключена. Она, пожалуйста, вот шумит. Это, кстати, самый щадящий режим. И уровень шума вот в таком режиме как раз-таки где-то сравним со Steam Deck. То есть, ну не будет напрягать, если выставить минималочку и при этом там поставить 15 ватт. Ничего тут FPS не падает. Все в этом плане нормально. Также давайте посмотрим на фирменный док, который, напомню, нужно покупать отдельно. Он продается в черном варианте, как у нас. А есть также серый. Странно, потому что консоль как-то белая. Второй вариант. А док серый. Но ничего. Для чего он нужен? Да просто, чтобы к телеку подрубать, чтобы к монитору. Классно сделан. К тому же это и мини-ПК. Сюда всю периферию сзади в окно. Все очень приятно, классно. Вот так. И необходимые порты. Два Type-SIM, один на зарядку, второй с USB 3 без поддержки USB 4. К сожалению, поэтому внешнюю видеокарту можно подоткнуть только в саму консоль. Два USB-A с пропускной способностью 5 гигабит в секунду. То есть USB 3.0. HDMI 2.0b. Можно передавать картинку 4К 60 Гц и Ethernet-порт. А еще есть ридеры для microSD и SD-карт. Сразу два. Что касается работы с внешним монитором, да все отлично, потому что Windows 11 мощностей хватает, поэтому какие-то стандартные задачи делать вполне себе резонно. Там документы использовать или фильмы смотреть. Вообще изи. Так что, скажем так, док понравился, зачет. А еще все это питается всего от 45 ватт. На этом тоже спасибо. Еще из полезных аксессуаров могу выделить сумки для хранения. Вот так они выглядят и стоят 30 баксов. Каждое. Еще в ассортименте есть ретро-геймпад за 50 долларов, клавиатура за 120 и прочее. Если интересно, зайдите на сайт компании, полистайте, почитайте. Аксессуаров там много всяких тут подготовились. И давайте вернемся к Windows 11. Это на самом деле самый важный момент во взоре, потому что, да, 11-я винда это хорошо. Все игры работают, ну, без всяких проблем. Оптимизировать ничего не нужно. Драйвера есть. Все это скачивается. К тому же, Ion.eo сделали специальный Ion.eo Space. Оттуда можно запускать игры. Есть и кнопка отдельная, которая вызывает меню примерно такое же, как в Steam Deck'е. Откуда можно настраивать консоль, выбирать сколько ватт, как крутится вентилятор, выбирать разрешение. И вот как раз Full HD экран здесь дали исключительно для Windows, потому что, если мы включаем разрешение 800p, винда на нем смотрится отвратительно. Но в игры в Full HD мы играть не будем, а поэтому в системе мы выбираем как раз Full HD, а для игр ставим уже 800p. Но вот какая проблема. Пока ты в игре, ты действительно кайфуешь, потому что, ну, ты в игре, все хорошо, все кнопки работают, все, в принципе, работает неплохо. Ну, вот часто покайфовал, пока приставка не села, и все. Но как только ты выходишь в Windows, как только ты скачиваешь игры, как только ты хочешь их запустить, вот тут и начинаются проблемы, потому что все адски глючит. Нет никакого будущего у портативных консолей на винде. Вот просто нет, это отвратительно. Я говорил, да, что единственная проблема INEO 2 это автономность, но на самом деле еще одна проблема это как раз Windows. Но временно, потому что INEO подготовили собственную операционную систему под названием INEO OS на базе Linux. Там есть поддержка Proton, который как бы эмулирует виндовские игры и получаем то же самое, что на Steam Deck. Но на сайте написано Coming Soon. Мы сейчас не можем это протестировать. И вот как раз, когда выйдет вот такая операционная система, там мы и будем смотреть, сколько FPS, как тратится заряд, что с этим гребаным вентилятором, который вот сейчас включаем. Вот он опять сейчас вырубился. Вот почему он сейчас шумит? У меня же выключена консоль. Короче, вот это бесит. Винда на таких устройствах, это, конечно, отвратительно. И вот на этом моменте мы опять вспоминаем Steam Deck со Steam AS, который базируется на Linux. Там все четенько, вообще без проблем. Игры запускаются как надо, все работает быстро. Разрешение под 800p совершенно нативное. Так что ждем, конечно. Или, например, на винде может быть такое, что ты приставку в сон опустил, хочешь потом ее включить. Вот сейчас. Что с ней? Почему она орет, но экран при этом черный? Я удерживаю. Ну, то есть, и такие глюки бывают. Они не частые, но они бывают. Или в игру играешь, хлоп, просто вырубилось, все, ну, непонятно, что. Все, перестал шуметь. Что за херня? Так, по-моему, я до этого сказал, значит, что у нас единственная проблема – это автономность. Потом другая единственная проблема – это винда. Я совсем забыл про цену. На площадке Indiegogo цена за IONO2 указана от 950 долларов. Это ценник самой скромной модификации 16 плюс 512 гигабайт. Модель 16 плюс 1 терабайт уже 1000 баксов. Самый топовый вариант – 32 гига плюс 2 терабайта уже 1200. Точнее, от. Там еще скидочки всякие. Но даже за такую цену вы консоль не найдете. Наверняка на китайских моллах в ближайшие месяцы приставка появится. На официальном сайте тоже, потому что до сих пор идет компания пока что краудфандинговая. Но готовы ли вы отдать за нечто подобное 100 тысяч рублей? Это еще в минимальной комплектации. Или там 140 за максимальную. Когда Steam Deck у нас в России на том же Авито стоит уже от 30 тысяч рублей. А тут разница-то какая? Тупо в размере? Ну, я бы, наверное, за такие деньги покупать не стал. К слову, есть возможность сэкономить, потому что есть еще Ioneo 2 гиг. Там такой же процессор. И PCI Express 3.0. Ценник от 750 баксов за версию 16 плюс 512. Мне кажется, эта версия даже поинтереснее. В нативном разрешении игры. А еще есть Ioneo Air. Экран уже 5,5 дюймов. OLED при этом и тоже 1080p. Но внутри стоят чипы Ryzen 5000U. Цена от 550 долларов. И еще одна версия, Ioneo Air Plus. Дизайн как у обычной Air, но начинка чуть мощнее. Батарея побольше, а начальная конфигурация не 8 плюс 128, а 16 плюс 512. Ценник от 700 долларов. Также у Ioneo есть консоль, сделанная совместно с Meizu, а точнее с их суббрендом Pandair. По начинке это обычная Ioneo Air, отличается только расцветка. В Китае 4000 юаней. На сайте компании не продается пока. И что же мы имеем по итогу? Отличный большой экран с минимальными рамками, стекло спереди, хорошо настроенный IPS, невероятно отличная сборка, компактный размер. Но в то же время Windows 11, которая все портит, потому что консоль шумит. Когда захочет, консоль держит плохо. Сама система под такие экраны все-таки не оптимизирована. Так что можно сказать, что устройство-то неплохое получилось, даже хорошее. Но нужно подождать Linux-версию. И в конце концов, просто нужно ждать Steam Deck 2. Такая история. Дай с носом! Дай с носом!